Добрый день, дорогие друзья, с вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесным». Сегодня в студии у нас в гостях пастор, бизнесмен, настоящий, будущий, не знаю, автор и исполнитель собственных песен, да, и я даже не знаю, Павел, как, Павел Новоселов, да, не знаю, что сказать о тебе, я не знаю, ты такой человек удивительно интересный. Ну, на самом деле, ты удивительный человек, да, и я недавно вернулся из Калуги и видел, как в церкви вы эволюционируете, как развиваетесь, как боретесь с холодом, вообще очень потрясающе, да, был приятно удивлен и церковью, и приемом, спасибо большое. Вот, ну, что о себе я могу сказать? Я уверовал в девяносто пятом году, сейчас, в девяносто четвертом, и в девяносто пятом уже забыл что-то. Ну, вот, моя жена уверовала первая, потом, через пару месяцев, ну, я смотрел на нее на «Пионере», думаю, бабушек встречает там что-то такое, делает, ну, ладно, «Пионер» — это хорошо. Вот, а потом чувствую, что Бог меня зовет к себе, прям, я как-то это внутри стал ощущать, что надо прийти к Богу. Вот, и как-то она меня пригласила, и я пришел в церковь, и когда я зашел, значит, церковь была бабушке лет 80-85-75, около 20 человек. И брат один, который открывал собрание и закрывал собрание, как бы, да, и я был единственный в этой церкви человек неверующий, и одна бабушка, Мария Федорна Ляпина, сказала, «А никто не хочет покаяться». Я же закричал на всю церковь, говорю, «Я хочу покаяться». Это было прям так, как будто Бог дверь мне открыл, вот, как будто я ждал этого слова, я не видел выхода, я видел, что я грешник, я понимал, что это плохо, я стал очень набожным, я стал посещать храмы, приглашают священников домой, там Акафист Божией Матери, у меня однокурсники священниками стали, поехали, говорит, на Сергеев Посад, поехали. Хоры как запоют, все на колени, я на колени, все креститься, я креститься, а контакта нет с Богом, то есть я какой захожу в храм, такой выхожу из храма. И у меня копилось вот это внутри, я чувствовал, что я грешник, а это не решалось, ну, никак, я не достоин Бога, я не имею права вообще даже приблизиться к Нему. И тут вдруг вот это слово Мария Федоровна говорит, «Никто не хочет покаяться». И я прям вот, как будто мне Бог его проговорил, и я такой, «Я хочу покаяться» такой. Все говорят, «О, хорошо», как бы, да, и пастор у нас был Николай Семенович Царев, мы с ним вышли в другую комнату, и он мне говорит, «Ты перед Богом согрешил, ты Богу кайся, я за тебя помолюсь». На колени встал и молится, отвернулся даже от меня. И впервые в жизни я оказался перед Богом. Вот я много раз был в храмах, много раз был таким, уже несколько лет я был набоженный человек, и тут я встал такой перед Богом, и понимаю, надо правду говорить, как есть, короче, да, то есть если я каяться хочу, то надо говорить вот прям в точности, как есть. Я стал говорить, говорю, господи, прости, говорю, меня. И самое вот, что жгло одно меня, я такое называю, и в это время мне всплывает в памяти то, что Бог хочет, чтобы я покаялся. И мне так стыдно за это стало, мне за то-то было стыдно, а за это вообще стало стыдно. Я говорю, о-о-о, и я стал плакать, как ребенок маленький, меня аж вот так колотить стало. И я такой весь, меня трясет, я плачу, плачу, и вдруг вижу, открывается, ну, исчезает этот мир, и открывается, открывается Бог. Вот, я вижу свет сияющий, который льется на меня, как водопад с неба, и он льется, и я вижу себя человеком, который никогда не грешил. Это так удивительно, я такой в мгновение ока, я стою и чувствую, что он так любит меня, как, так ценит меня, так вообще, он такой классный Иисус, и я влюбился в него без памяти вообще, вот. Говорю, сейчас вспоминаю, это этот день, самый счастливый день. Слушай, многие, вот сегодня говорят, церковь для бабушек, и твой приход, молодой парень, бизнесмен, ищущий Бога, правда, да, вот уже было в душе где-то. Да, да, да. И прийти в церковь, где, ты говоришь, средний возраст, 83 года, вот что молодую семью заставило идти туда? Ты знаешь, мы искали Бога, мы искали реальности, реальности Господа, и мы нашли его вот именно там. Эти люди были из сидевших в советское время. Это Писедническая церковь была. Да, да, это были люди, страдавшие из-за Христа в советское время, и люди, которые насадили, ну, достаточного количества церквей. И я видел, как у нас одна стра Евангелина Антоновна, она настолько была евангелист, она научилась всегда улыбаться, и она никогда вообще, вот ее невозможно было увидеть без улыбки. И мы однажды едем там, с сестрой одну крестить ехали на пароме через Москва-реку на машине, переезжали паромщики такие бухие, с такие мужики, такими мордами красными, руки такие стоят у парома. И она такая подходит, сынок, Господь любит тебя, ты же знаешь, как бы, да, и начинает с ним разговаривать. Пять секунд, десять секунд, он рыдает, у нее слезы текут, короче. А я стою, мне страшно, я молодой верующий, мне так страшно было сказать, вообще вот таким людям сказать. И я сейчас вот уже спустя много лет, уже 25 лет прошло, я понимаю, что вот эта благодать Господа, да, реально она насаждала церковь. Она куда ни приедет, она приехала в Шумерли, сейчас в Шумерли община есть. Она приехала в Чебоксар, в Чебоксарах община есть. В Кривой Рог, по-моему, она ездила, в Кривом Рогу сейчас община есть. То есть, ну, просто чудеса Божьи. Вот такие люди, конечно, такое присутствие Господа было там. Мне было все равно абсолютно, есть там молодые, нет. Мне, нам нужен и свете, и мне нужен был Господь. Мы влюбились в Слово Божье, мы слышали Слово. И когда вот эти бабушки молились, я смотрел такой, думаю, это профессор. Мне никогда не стать так, я никогда не замолюсь так. Я никогда не смогу вообще произнести молитву вот так. Она же всю Библию рассказала, пока молилась, короче, да. И слова сами появляются, льются. И как это происходит вообще? Ну, а поскольку я был такой молодой, перспективный, меня сразу поставили проповедовать. Они делали так. Брат скажет нам Слово. И мы сегодня читаем вот это. Прочитай. Я должен был встать, открыть Библию и читать. И я там читаю, ну, там Евангелие от Матфея, например, начинаю читать. Прочитал там несколько строк. И такой я стою и улыбаюсь такой. Я ничего сказать не могу. Вообще. Я не понимаю ничего. Я понимаю, что вот я прочитал. А что я прочитал? И они начинают. Ну, вот это же апостол Петр. Вот он же там кто-то сказал. Вот он там. А вот так-то и ля-ля-ля-ля-ля-ля разгорит. А я такой стою и улыбаюсь, как бы. Типа я говорю Слово. Они очень хотели, чтобы у них появился проповедник, брат такой, пастор, потому что тот пастор, который был, он молился, начинал собрание и заканчивал. Он не проповедовал, он не ввел служение, скажем. Он был верный очень такой, ревностный, верный человек. И где-то через полгода меня прорвало. Так вот из меня прям я открыл Библию, очередной раз я встал и думал, сейчас буду улыбаться. И вдруг я сначала замолился, я начал молиться, и у меня вот не просто «Господи, благослови меня», а там «Господи, благослови меня, ты так любишь меня, ты так прекрасен». И я такой, о, и так, пум, и сестры, о, 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 пошло, пошло, пошло. И так же начал проповедовать, тоже начал говорить. Я буквально через где-то месяцев 5-6, что ли, вот я уверовал в ноябре, окрестился, а в феврале приехал епископ и рукоположил меня на дьякона, стал помощником дьякона в церкви. Вот 7 лет я дьяконское служение вел, с бабушком служил их, привозил в церковь, отвозил в церкви, накрывал на стол, навещал их перед смертью, готовил к смерти. Это был вообще первый раз, это шок был для меня, потому что мне 24, а им 90, вот им предстоит умирать. Был один потрясающий случай, могу рассказать. Конечно, конечно. Я видел человека после смерти, одна бабушка пришла ко мне, ее звали Леной Ратниковой, она болела раком, и она герой Божий, она ходила в церковь до самого последнего, буквально она где-то за месяца 4 до смерти перестала ходить. А так у нее 38 температура, стабильно она в церкви, последняя стадия рака уже. И вот я ее навещаю, прихожу перед смертью, и однажды я зашел к ней, мы с женой приехали навестить ее, и я смотрю, я не знаю, как это чудо было, я увидел, что она умирает. Вот у нее на лице, как маска смерти такая, и я понимаю, она прямо сейчас умрет, короче, да, это не вот, вообще она умирает как бы. мне прямо, я такой, Лена, ты чувствуешь, что ты умираешь? Она такая, да, я такой, о, слушай, это же такой день, говорю, Лен, ты же всю жизнь этого ждала, слушай, это так здорово, давай мы сейчас помолимся с тобой, а она такая, да, говорит, вот квартира, дочка, надо документы, там все, говорю, Лена, ты что творишь, говорю, ты, говорю, всю жизнь шла к этому дню, вот к этой встрече с небесным отцом, я говорю, какая дочка, какие документы, все, говорю, оставь, говорю, все это, давай, говорю, открой объятия, скажи, отец, я верю, ты любишь меня, я верю, ты готов, ты открыл свои объятия, сейчас меня встретить, наконец-то, этот день настал, да, я так этого ждала, и она такая, решилась и помолилась так, она сказала, отец, я верю, ты любишь меня, я иду к тебе, и она когда-то сказала, у нее, она когда улыбалась, у нее такая способность была улыбаться, как чеширский кот, у нее все зубы были видны, даже коренные, то есть вот так вот она улыбалась, вот до сюда, и у нее вот эта фирменная улыбка, она помолилась, и она вообще не сходила с нее, все время, пока мы были, я говорю, давай петь, ну, вспомнили самые веселые песни, ну, псалмы какие, радостные такие, я говорю, а, радостные псалмы, давай, и она пела с нами, молилась, короче, да, и мы когда закончили, ушли, и она умерла, короче, ну, она в забытье впала после нашего ухода, и перешла к Господу, и прошел где-то месяц, я молился за церковь, у меня список такой церкви, значит, я стою на коленях у себя в зале, и в список в этот смотрю, за этого помолился, за этого, и такой, говорю, Господи, благослови Лену Ратнику, и вдруг такой, тунц, а она же умерла, как молиться-то за нее, что говорить-то, как бы, да, и в этот момент я вижу, она приходит ко мне, вот в комнате, значит, появляется такое свечение, если видимым образом сказать, да, это был переливающийся разными цветами радуги свет, вот как кокон такой круглый, и он вот так переливался, вот так, вот разные цвета радуги, красиво-красиво вообще это было, но никакого ни образа человеческого, ничего нет, и я стою на коленях лицом в пол, и это вижу в углу комнаты, и я такой открываю глаза посмотреть, потому что это удивительно, а нету ничего, да, и я опять вот так вот на колени встаю, и опять вижу она, знаешь, когда человек заходит в комнату, ты как бы его присутствие чувствуешь, вот сейчас здесь есть присутствие, да, Дима, мы его чувствуем, да, но он не говорит с нами, но мы понимаем, что он здесь, вот так же, она зашла, это она, я ясно понимаю, что это она, и она мне говорит четыре вещи, она говорит их одновременно сразу, она говорит, что меня любит, она говорит, что она очень рада, что она там, она говорит, что ей жаль, что я еще здесь, и она говорит, что она мне очень благодарна, что ее поддержал вот в этот последний момент и нет такого что слова какие-то нет слов то есть я просто вот это слышу и причем одновременно твое глубокое внутреннее видение да да и я я когда понял все что она хотела сказать это исчезло я поставил камеру записал на видео это свидетельство говорю это было так да я ничего не делал для продвижения последний раз 25 тысяч просмотров было да то есть люди вот смотрят смолы постоянно комментирует цепляет очень сильно людей но кто-то верит кто-то не верит большая часть верит да я ему верю что это было вот так и бабушки научили меня вот молодого человека но как бы не просто молчат ты бизнесмен ты пришел достаточно наверное целеустремленный занимался бизнесом на трудности свои были 90-е лихие да сейчас все так и называют их лихие да ты знаешь но вот о бизнесе бизнесом я занимался потому что я выучился на режиссер театра группа раздавали в театр да и моей зарплаты в театре хватало не хватало на проезд в театр вот я когда понял что моя карьера разбилась пух и прах а еще союз развалился и нищета и не у государства ну какие театры там ни у кого вообще денег не было было непонятно чем заниматься а поскольку образование нет единственным шансом было торговать все начали чем-то торговать и ручь и да там я такой думаю надо значит продавать это что-то и вот я начал на улице буквально учиться бизнесу сначала устроился в контору в как который копейки получал за ради того чтобы просто понять что там враг потом вышел пытался свой бизнес создать потом устроился опять в контору в жалюзи это была продажа и потом я понял и уже вышел и создал свой бизнес по жалюзи но когда я создал этот бизнес до до встречи с иисусом у меня было такое чувство что это вообще не бизнес что это какое-то мне мне было страшно ужасно страшно бандитов я очень боялся я очень боялся конкурентов как бы люди все кто занимается бизнесом казались они вот вот они то вот они а я никто вообще я боялся будущего я не знал что будет завтра мне было страшно вот идти дальше вот и когда вперед смотрел меня было ощущение что такая тьма меня ждет впереди какой-то мрак и ужас вот и когда я встретился с господом да вот когда вот произошел момент когда я увидел иисуса я его спросил горю господь мне бизнес оставить наверное нужно я был что-то думал что это плохо вообще перед богом мне пришло место писания такого как ответ что в каком звание кто призван в том каждый оставайся при другом и я понял что бог призывает меня пойти ему в бизнес теперь служить ему в бизнес бизнесом ему служить то есть это место моего призвания оказалось и я такой а вот чего ты хочешь господь и тогда я стал бизнес делать так чтобы все что я там делаю она была исходила из слова божьего и служила господу в итоге да то есть чтобы это работало да но первое я начал грех учащать начал я обнаружил что у меня полно воровства обмана но я сам может не воровал так вот чтобы я воровал но кто-то там например украл а я продавал как до эти там на или какие-то схемы какие-то левые такие были кривые но и все такое нечестность клиентами там до двойные стандарты прайс-листы завышенные для одних занижены для других там но там все такое вот все это начал менять бунт сотрудники подняли там да не зарабатывали хорошо на этом конфликты были такие серьезные но прошел через все это слава богу вычистил с бандитами что-то было конечно но это же 90 и были это постоянные были встречи но иногда раз недели иногда раз в месяц атаки приходили потом у нас офис был такой постоянно в центре последнее время возле курского последнее время смысле когда жалюзи занимался курский вокзал там просто проходной двор постоянно они на нас заходили вывеску повесили все вот ну придешь в церковь первый раз вот у меня был случай рассказывать о церкви да пришли значит я жил в коммуналке тогда пришли ко мне прям среди бела дня соседи открыли дверь тебя спрашивают я значит вышел в коридор и таки пойдем выйдем я такой вышел с ними в этот в подъезд и они меня к стенке ставит такие игре дырка бы если 10 штук баксов там послезавтра ты нам привезешь стрелка у жар птицы мне страшно как бы это первый случай был я такой где это жар птица хорошо в багажник не положили не увезли куда-нибудь там на дачу вот я пришел встал на колени начал молиться и я не могу молиться у меня скулы сводит мне так было страшно помню первый раз вот как бы молитва я пришел в церковь бабушкам рассказал говорю вот такое как вы да и давай молиться такие прям вот из мария федоровна такая воинственная была воин христа реально прямо как поднялась такая во имя иисуса христа господь избавь его он твое дитя твое такое все как подняли голос такое и это вы чувствуете присутствие божие сошлось меня страх фу ушел и вот это была первая стрелка там разборки там приехали одни и другие там машины дорогие какие-то там все они так подъезжали круто такие типа там ну ну разрешилось все как бы потом еще раз разрешилось еще раз разрешилось на потом уже нормально как они заходят ну привет чую как там ну уже научился как то более-менее общаться но появились ребята как бы до которые ты из них же из бывших они открыли но типа как бы такое прикрытие для меня типа там как это назывался о как это называется крыша по-русски но крыша крыша короче было которая но у них был как чоп черт да ну как бы есть крыша короче да и уже все как бы разруливалась с ними потом более-менее спокойно все равно потом 90 кончились 2000 начались они перешли с погонами стали приходить и точно так же только теперь по закону как бы да там но на самом деле используя служебное положение когда бизнес кошмарит конечно да у нас очень тяжело как бы да это пресс очень сильный такой да но потом я узнал спустя время что в основном это конкуренты душили меня потому что у меня очень успешный был бизнес и и жалюзи когда я занимался и впоследствии тканями да как бы бог так делал что поднимал из ниоткуда просто люди сами меня находили и заказы сами шли вот все но еще могу случай про бизнес рассказать да тоже когда я начал заниматься бизнесом я был один вот еще в коммуналке мы жили в комнате малей молился сидел и вдруг слышу голос такой во всю комнату ныне благословлю дело твое наш вот не на ухо не мудрость не просто оглушающего такой громкий голос такое в уши то есть вот такое и я я не знаю как реагировать я даже спасибо не сказал я просто такой что это было короче да но она запечатлелась у меня сердце вот как господь сказал и прям ко мне пришло благословение на бизнес вот я это вижу сейчас да уже 25 лет прошло чем бы я не занялся да ну вот раз и получается не душа все получается да вот я сейчас начал как бы с музыкой что-то делать там да 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 одно вот не получилось а в бизнесе у меня но очень много вещей меня я очень люблю открывать что-то новое это мой дар я обожаю начинать новые предприятия как только начинается рутина мне не интересно все становится как только давай к церкви тогда обратимся когда почувствовал призыв стать пастором оставить бизнес продать и заниматься людьми ну ты знаешь я же сразу стал пастором я стал сразу пастором от этих бабушек они ты служил он ты работал как ты решил потом через семь лет служения моего диаконом там церкви произошли там определенные коллизии да и я оказался вынужден они просто все смотрят на меня такие ну да ты будешь короче до пастором и все я стал пастором сам того не желая то есть у меня не было хотение никогда стать пастором вообще но где-то скажете это двухтысячном где-то готов в тысячном 2001 что ли точно не помню я стал пастор я параллельно занимался бизнесом и параллельно был все время служить церкви вот потом когда мы вот это с бабушками бабушки там намутили там были какие-то вещи такие как это сказать субъективные скажем так мягко когда я стал пастором и стал изучать вообще что такое христианство открылось что там не все как бы да было библейский как бы обоснованно я пошел по церквам учиться я был везде у баптистов у евангелистов у адвентистов у пятидесятников у харизматов у католиков везде короче я прошел всех я собрал литературу всех церквей учения всех церквей и вообще люблю учиться я учитель такой полу своему удару мне родители учители да то есть меня вложилось это да бог дал дар такой я изучил все это въехал в то каким это должно быть и начал делать и вот из тех общин которые вот и рассказывал евангелия антоновна насадила появилась союзную эти общины они как бы решили стать церквами христианскими да зарегистрироваться там начать публичные служения не по квартирам уже как бы проповедовать это в 2005 году было день рождения союза нашей церкви которые вот из этих общин разрозненных повсюду вот я стал старшим пастором для вот этих церквей все это было параллельно с бизнесом не было такого чтобы я то есть я всегда но на первом месте церковь конечно было и служение господу всегда было в сердце моем вот провели церкви то что я знаю твоей церкви да ты пришел церковь средний возраст 83 года как ты говоришь сейчас у тебя церковь средний возраст 17 18 и на ней не 17 18 18 18 27 28 нам так ну все равно молодежно молодежная церковь да сейчас пусть бабушек всех проводил они больше всех похоронил всего сейчас работаешь только с молодежью лет где-то 10 назад я сказал иисус я хочу быть молодежным пастором и все и я поставил цель стать молодежным пастором я стал об этом молиться я стал искать этого и я внутри себя всегда чувствовал даже вот мне сейчас будет 50 в этом году в следующем я чувствую что мне 18 лет внутри я не могу от этого избавиться то есть я я не старик я не ну я и я от когда молодежь появилась церкви да я стал чувствовать себя что я отец да как вот отец им всем да вот и это совсем недавно произошло года два может быть три назад вот а до этого у меня вообще было чувство что все молодые люди они мои ровесники что я такой же как они они такие же как я я веду себя с ними не как такой вот ну там типа там я и мне самому нравится бизнес он научил меня держать нос по ветру бизнесе ты должен предугадывать ты должен всегда быть на в тренде да то есть на гребне волны зная что будет до того как она началась и поэтому молодежь она живут в этом да то все интересно все новое поэтому мы с молодежью в одном ну как бы духе скажем да и я творческий человек мне нравится творчество и предпринимательство я увидел что то чего я достиг в жизни она больше всего помочь может именно молодым людям в становлении в семье в работе в финансах в учебе в творчестве в развитии в каком-то да тем более я знаю все современные технологии да и как все это жизнь вот работает честно говорят тебя очень много в интернете чего не скажешь о многих пасторов из разных союзов ты ведешь ты каждый день выставляешь в ютубе в разных на разных так скажем площадках там инстаграм еще какие-то вещи но когда я увидел тебя с гитарой фотографии и потом узнал что ты создал рок-группу совсем недавно это было думаю что-то брат решил тряхнуть стариной что ли вот но какой то ты говоришь сейчас это небольшой период был до всего лишь не пошло молодежь чуть чуть раньше 2014 году мне надоел бизнес я решил его продать я прям почувствовал что надо сделать что-то больше для господа когда его успешно продал вышел из бизнеса имея пассивный доход как бы да могу вообще не работать до конца дней вот и я решил работать пастром вот просто на церкви и поэтому я помолился почувствовал что мне нужно благовествовать через интернет помимо пастырской работы заняться свидетельством и завестием и вот я с 14 года до 20 очень активно занимался проповедь через интернет и к двадцатом году я пришел к выводу что меня как там я миллионы людей коснулся евангелием за это время и конверсия настолько маленькая ну выхлоп то есть многие люди слышат на а приходит или обращается очень но настолько от просто несоответствие такое я такой думаю если бы я был где-нибудь в европе или штатах я бы сейчас был просто мега пастор мега церкви да вот с моим с моим трудом шестилетним отказ 14 по 20 год и я сказал себе думаю так что-то меня как пастора не воспринимают вот как ты сейчас сидишь с колорадкой как бы да там я пастор как бы да все сразу нет да сразу не интересно да какой-то менталитет у нас есть нашей стране что-то такое что не воспринимается вот я такой думаю но если как пастора меня не воспринимают может быть меня воспримут как музыкант я же музыкант еще до внутри себя и такой думаю а займусь какая музыкой и первое что я сделал этого группа я переехал в москву вообще с этой целью я учился я поступил в кемерово я родился в ленис кузнецком до 16 лет был там потом поступил кончил школу поступил институтный режиссер театра в кемерово проучился год там начал писать песни петь и мне начали в уши лить лезть и гореть такие песни ты гениальный те надо москву и рок-группу создать и эта цель вот она как генетически прописалась я в это время работал театре опереты артистом хора и мы поехали на гастроли в липецк и в липецке прям рядом с москвой уже и такой заболел и медали больничная думаю шанс и я приехал в институт культуры в московский вы возьмите меня они взяли и взяли меня ну там цепь чудес вообще как это все было не буду рассказывать я так оказался в москве а цель была одна рок-группа и я ее создал то есть у меня были ребята музыканты с наш несчастный случай группа да вот их барабанщик был у меня дима морозов барабанщиком ляпин бакин был пианистом значит валов володя гитаристом и я у нас четверо было мы уже гастролировать собирались мы уже репетировали да я писал песни и я думал ребятам нравится мои песни и я их наедине как-то спросил ребята мои песни нравится по одному и они все сказали нет такой нет нет разбилась гениальность и я просто и это была трагедия для меня ты знаешь я просто сказал ребята я ухожу я простите что я вас всех в это затянул вам песни мои не нравится я вас что-то заставляю как бы добыть рок-группой со мной я просто бросил вообще рок-группу и все решил стать четвертым театра но это тогда а сейчас то в этой группе а сейчас тоже я не могу выделено влюка я эту мечту как вот вот сейчас я первое что я решила вы не оставляли тебя меня была мечта я же за этим москву приехал я руку сделаю я опять сделал руку уже я как предприниматели опытные как руководители опытные я понял что мне тогда не хватало смелости как руководителя до чтобы мне бог дал дар а я боюсь им пользоваться а сейчас я понял надо пользоваться этим делом да если я не умею играть там ну и что они умеют я руководить умею вот и так я сделал ругруппу собрал ребята записали песни начали как бы делать а потом я включил продюсера я пошел учиться на продюсера но я люблю учиться стал изучать что такое рынок музыки шоу-бизнес что гору группа и вдруг понимаю что я все сделал неправильно вот все что можно было сделать и все сделал неправильно я девиз взял back and rock давайте назад восьмидесятые а сам поставил музыку оттуда пин флойд поставил мою любимую композицию слушаю думаю звук-то устарел нельзя уже так не играть не петь короче да и такой думал а и решил переделать когда я решил переделывать я нащупывал думала что же что же и вдруг узнаю детские песни а я к этому времени написал дочки на день рождения песню сына день рождения на так баловался детские песни зал так просто так и вдруг узнаю что оказывается детские песни это востребованы они очень на рынке что их пишут мало что их на я так и набрал детские песни в яндекс музыки и удивился союз мультфильм и все ну и чуть-чуть но все что было в советское время шаринские может быть фильмы какие-то да да а сегодня вот ну я не знаю делился с тобой посмотришь телевизор да ну иногда увидишь что-то такое или в интернете все вот эти детские конкурсы как будто не дети а взрослые какие-то поют взрослые песни накрашены ведут себя как будто не взрослые а детского то не осталось ничего может быть это действительно мог тебя сейчас в ту ну сферу ведет ну да во первых это мне это нравится я очень люблю писать песни да то есть мне очень нравится мне легко это делать и с радостью это дело на самом деле основной работой не стране песен а их внедрение скажем то есть как вот их записать аранжевку сделать свести да там сейчас вот над видео работаем как четверг будем снимать первый клип на песню как бы детскую а надо по идее их много делать то есть такая большая работа представить тебя кто-то заметил какие-то крупные фирмы есть что-то что заметили до понимаешь что будет будет продвижение до востребовано нужно ну во первых у меня абсолютно я уже теперь изучил как продюсер этот рынок я изучил себя свою свою музыку понял что она будет работать даже если мне никто не заметит это неважно я всегда в бизнесе опирался на господа именно господь он дает успех он дает благословение он поднимает кого хочет кого хочет унижает да поэтому я не сомневаюсь в успехе нисколько поэтому заметят но и уже заметили да но я и сейчас бы не говорил про это дело пусть я думаю что где-то ну через год ну по всей вместе все дети в россии будут уже на знать я так полагаю так будет дай бог дай бог дай бог каждому из бог тебя благословит в этом жизнь интересно да жизнь удивительно до до 50 что думаешь после продолжится этот фестиваль не доверяется все только начинается что тут до 50 50 это начало да то есть 50 у меня есть друг алексей осипенко он сказал возраст с 50 до 70 самый вообще продуктивный в жизни что и большинство лауреатов и везде везде 60 среднего все что можно лучшего сделать жизни то есть это золотая пора вообще наступает и я считаю что вот но счастлив мозги встали на место сердце успокоилось ты знаешь кто ты ты знаешь куда тебя бог призвал ты знаешь что тебе делать наслаждайся жизни вообще это так прекрасно я так благодарен господу за все твоя молодежь не смотрит я как на старичка уже моя дочь меня троллит сейчас и папа ты скоро вот в этом месяце у меня не рождение станешь полувековой мне тоже 50 в этом году сейчас я говорю чуть за 40 мне она постоянно и для нее это наслаждение троллить папу полувековой для нее это как будто все какие-то не знаю кем я ее в глазах каким-то глубоким старцем я себя то ощущаю я помню когда я был маленьким для меня мой брат не разница 13 лет с братом он был всегда для меня чуть ли не старше папы я в школу он в армию я из школы у него дети он женился да то есть это просто вот какой-то космос для меня был 13 лет а у тебя с дочерью какая разница но эти советуют и бороду как у меня сделай вот так вот и ты моложе будешь для дочери своей сразу она прям скажу у папа как не солидно еписку по басомордом то ходить ну прости спасибо павел спасибо огромное за за то что поделился с нами со всеми своей историей своими поисками своим трудом своим призванием спасибо что пригласил пусть бог благословит ваше начинание труд и так много делаешь для того чтобы церковь делать известной делать и интересный церковь христову открывать церковь христову людям которые возможно не знают о том что такое церковь и какой она может быть и является спасибо спасибо на здоровых словах друзья с вами был я епископ альберт радкин наш канал взгляд с небесной подписывайтесь ставьте лайки делитесь этим видео благослови вас всех господь аминь аминь